Здравствуйте! Всем привет, друзья! Мы находимся сегодня в старом городе, это ворота Адриана. Они были основаны аж две тысячи лет назад, поэтому мы сюда сегодня пришли показать вам эти достопримечательности. Это одно из самых старинных сооружений в Анталии. Кстати, Анталию назвали в честь царя Аттала, который основал этот город, последнего пергамского царя. Вот, собственно, мы сегодня сюда пришли, мы сейчас вам изнутри покажем старый город и покажем эти замечательные ворота. Вот, поэтому сегодня погода просто прекрасная, 38 градусов, как я люблю, собственно, с меня уже бежит пот. Я, собственно, пришел вам показать крутые достопримечательности Анталии. Поехали! Мы сейчас спустились немножечко к этим воротам поближе. Я сейчас просто потрогаю воротам, которым две тысячи лет. Я их руками своими потрогаю, не сломаю, не переживайте. Это очень круто. Вот, особенно вот эти вот старые развалины, такие руины. Немножко уже временем, знаете, уже потертые все, выветренные. Короче, это очень классно. Смотрите, там какие-то голуби сидят, они вот там сидят. Возможно, им тоже две тысячи лет, я не знаю, не уверен. Но мы сейчас зайдем внутрь и посмотрим, что там в старом городе. Кстати, старый город называется Каличи, я вот не сказал в предыдущем моменте, но сейчас говорю, и мы сейчас пойдем посмотрим. Let's go! Опа! Субтитры сделал DimaTorzok Вот, друзья, вот эти все узкие улочки, которые мы сейчас проходим с вами, они все подлежат реставрации, но ничего не изменяется, остается все самобытным, таким же, каким и создавалось. Вот, вы можете видеть все вот эти вот, соответственно, небольшой ремонт, но в целом все то же самое, все как создавалось. Так, друзья, вот мы, например, сейчас можем показать некий контраст, который может возникать у вас, когда вы смотрите что-то вокруг в старом городе. Например, мы смотрим сейчас, какой удивительно старый балкон, и тут же мы можем увидеть рядом стоящий Porsche, например. Это достаточно удивительно, на мой взгляд. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, сколько всяких разных атрибутов здесь продается. Мне кажется, просто невозможно не купить что-то и уйти отсюда, из этого города, не купив себе ничего, никакой безделушки. Поэтому, ну, я смог сделать, потому что я ничего не купил. Но я думаю, что у вас не получится. Вот здесь, например, можно еще увидеть такие вот замечательные довоенные атрибуты, какие-то каски, какие-то, я не знаю, это что, под башмаки какие-то штуки, виллы даже можно увидеть, кусок черепахи. Вот, например, здесь есть просто бывшая черепаха. У кого-то была бывшая, а здесь бывшая черепаха. Вот. И, например, интересно, что здесь делает картина Мерлин Монро. Но среди всего этого, я думаю, что это очень сильный контраст. И вот эта замечательная картина тоже. Я бы повесил такую себе в спальню. Мы находимся рядом с мечетью в старом городе. В этой мечети особенность такая, что внутри находится природный водный источник. И мусульмане верят, что если в этом источнике, ну, кинуть монетку и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Я вот, не знаю, не проверял. Надеюсь, что так оно и есть. Вот, посмотрите на сие сооружение. Это, кстати, мечеть построена в 19 веке. Значительно недавно по сравнению со всеми остальными постройками, которые здесь античными. Поэтому она достаточно молодая. Вот, кстати, здесь еще вот можете видеть ковры. Замечательные ковры. Вот. Я уже присматриваю себе один домой такой, чтобы повесить его на стену и снимать замечательные влоги для вас. Вот у нас башня Хедерлык. Так она называется. Она являлась оборонительным сооружением. Датируется вторым веком нашей эры. То есть, ну, почти недавно, я считаю, что совершенно. Ну, кстати, классно она выглядит. Вот, вот, флаг турецкий на ней, на самой верхушке. И посмотрите на вид, который открывается с левой стороны от нее. Это потрясающе. Вы, товарищ оператор, можете подойти чуть-чуть поближе и показать ребятам вид. Так, друзья, мы пришли на Далар-Бич. Это пляж такой достаточно уединенный, скрытый. Здесь не классическая форма пляжа, то есть нет песков, нет ничего подобного. Здесь у нас идет скалистая такая часть. Подступы сделаны очень удобные. И, соответственно, у нас такие, вот, посмотрите, пожалуйста, закрытые места. Именно от солнца скрытые. И вообще, в целом, этот пляж достаточно скрыт от глаз. То есть, его еще нужно найти. Вот здесь очень красивые для купания локации. Такие для людей, которые, ну, немножечко приелся пляжный отдых. И это идеальный пляж, если его можно так назвать, для того, чтобы какие-то новые ощущения от купания в море почувствовать. Мы вот сейчас его случайно, совершенно случайно нашли. Вот наткнулись, пришли, нам разрешили бесплатно поснимать. И мы здесь вам сейчас покажем крутые виды и как здесь все устроено. Он достаточно маленький, но компактный и удобный. Так, ребят, пойдемте, я вам покажу немножечко пляж сам. Вот вы можете посмотреть, например, как здесь люди купаются. Вот такие локации. Очень удобно сделано и очень круто. Как в каком-то фильме американском. Где-нибудь на острове. Так, пойдемте дальше. Здесь такие ступеньки небольшие. И вообще здесь даже передвигаться из одной места в другое очень интересно. Здесь у нас можете увидеть туалет и переодевалочные комнаты. Когда заходите на этот пляж, Адалар, здесь сразу же есть кафе. И там можно перекусить. Цены достаточно дешевые. Цены я вам чуть позже покажу. Вот. И здесь вот люди сидят, отдыхают. Тут и перекусить можно, и поплавать, и, соответственно, классно провести время. Вот сам вход. Такой достаточно крутой, но очень интересный, на мой взгляд. Вот сюда мы можем еще посмотреть здесь, что у нас. Да, здесь тоже люди отдыхают. Вот у нас более открытая часть. Соответственно, можете... По-моему, классно. Вот. Очень-очень стильно выглядит. Кстати, можно посмотреть достаточно глубоко здесь, в этом месте. То есть можно понырять, поплавать и вообще удовольствие. Вон там перегородка, то есть за эту часть заплывать нельзя. Вот. И вот такой вот пляж. Место локации скинем. В описании к ролику будет локация. И, соответственно, можете приехать сами в этом месте побывать. Очень интересный. Вот такой вот пляж. Место локации скинем. Спасибо. Место локации скинем. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Мы прибыли наконец-то в порт старого города Тут швартуются яхты Разные вообще От суперсовременных До таких более Более классических И под старинку сделанные В общем, здесь Очень большое количество Разных кораблей, яхт И количество людей, соответственно, туристов Очень много Мы сейчас спустимся вниз И вблизи покажем вам эти яхты И пройдемся по набережной Посмотрите, как здесь очень красиво и здорово Мы подошли поближе к порту Здесь вы можете Как отдохнуть в какой-нибудь Одно из кафешек Так и заказать какое-нибудь Путешествие на одной из этих яхт Они все арендуются Они все ждут туристов Так, сейчас мы пришли Рядышком с пляжем Мер-Мерли Находимся Этот пляж частный Здесь, чтобы покупаться Там нужно заплатить денежки По-моему, там в районе 100 лир будет стоить Может быть, я ошибаюсь Может быть, дешевле В общем, здесь уютная зона Прямо в старом городе Можно поплавать Видите, здесь такая заводь Здесь никогда нет волн И достаточно прикольно здесь все сделано Все лежаки находятся на пандусах В классическом понимании Пляжа здесь нету Но вот видите, сколько людей купается И вон даже есть ребята, которые ныряют Можно попрыгать от всех камней Это место, оно в зависимости от времени дня Оно отличается абсолютно Если же утром это такое более спокойное место Где можно прогуляться, подумать О каких-то своих мыслях Просто залипнуть Здесь же вечером так не получится Потому что огромное количество туристов Все освещается Просто нереальная красота И в вечернее время совершенно другая атмосфера Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, ну вот сегодня у нас наша прогулка подошла к концу Если честно, чтобы обойти весь старый город Нужен целый день Причем день такой, знаете, не такой, как сегодня Сегодня 36 градусов 36 градусов тепла И прям тяжеловато снимать в такой день Вот, насколько по максимуму мы смогли вам показать Самые, так сказать, популярные здесь места Но мы, естественно, не все обошли Мы еще вернемся Еще доснимем, так сказать Некоторые еще моменты Вот Очень классное место Обязательно рекомендуем здесь побывать Если вы в Анталии Обязательно не уезжайте без того, чтобы посетить Замечательный старый город или Каличи Все, спасибо за внимание Подписывайтесь на наш канал Надеюсь, вам было интересно И всего вам наилучшего